Олег Викторович, скажите, пожалуйста, один из самых актуальных вопросов на сегодняшний день, который тревожит людей планеты Земля, будет ли конец света 23 декабря 2012 года? И хотелось бы понимать Ваше компетентное мнение об этом году. Вопрос задают на протяжении уже чуть ли не пяти лет, я уже многократно пытался объяснить эту вещь, вероятно, недостаточно объяснял, но это попробую на каком-то простом языке, который был понятен 90% людей, хотя бы 90%. Первый момент связан с концом света. Вы же понимаете все прекрасно, что каждый человек, скажем так, по-своему понимает дефиницию конец света. Соответственно, для кого-то конец света это электричество отключат, для кого-то конец света это что-то там случится, метеорит врежется, для кого-то случится там всемирное правительство придет к власти, еще что-нибудь. Поэтому прежде чем с человеком вообще вступать в дискуссию какую-то, открывать дискуссию по поводу этого конца света, необходимо понять, что он конкретно подразумевает под этой вот субстанцией конец света. Потому что если вы начнете разговаривать с человеком о конце света, пытаясь донести до него какое-то компетентное мнение, даже не свое, то в конце концов вы получите что? Вы все равно неправильно скажете почему, потому что он подразумевает под этим что-то другое. Вот этот первый момент, который с концом света нужно учесть сразу же, когда отвечаешь на подобного рода вопроса. Второй момент. Что же такое конец, в общем-то, света в действительности? Конец света, с одной стороны, для большинства людей, то есть что они, в общем-то, думают по этому поводу. С одной стороны, он подразумевает некие изменения, с другой стороны, для некоторых людей они считают, что конец света, скажем так, приведет к каким-то фатальным для них конкретным изменениям. Третий момент. Конец света связан с физической смертью? Или конец света связан с какими-то силами, которые перевернут общество, заставят его жить под другим законам и так далее. То есть, по сути своей, любой конец света, любое вот такое понимание, оно ведет к страху изменений. То есть, человек вообще боится изменений. Опять проблематика. То есть, страх изменений, он, как бы, у человека всегда, хотим мы этого или не хотим, у него будет присутствовать этот страх изменений. Поэтому, там, пытаться объяснять, ссылаться на некие писания, объяснять, что такое конец света, и так далее, и тому подобное, это совершенно неблагодарное, по сути, своей занятию. Само по себе. Что могу компетентно сказать, как прикладник, по этому поводу. Первое. Меняться всем придется в 2015 году. Хотите вы этого, не хотите. То есть, изменения. Первое. Где меняться? Во-первых, первое, что можно будет сказать совершенно точно, придется менять мышление. Первое. Менять мышление. То есть, у человека и так проблема. Он мыслит, вместо того, чтобы видеть. Да? То есть, у него и так проблематика. Огромная. То есть, у него, он живет на сработанном предохранителе. Я пытаюсь объяснить вам, чтобы вам было понятно. Если мы начать у него некую систему, координат, да? То, вот здесь у нас где-то, допустим, будет видение. Мы, когда, так сказать, с вами видим, нам не надо не понимать, не мыслить. То есть, мы сразу видим истину. Как есть положение вещей. Механизмы все видим. Как только пропадает у человека духовное зрение, у него возникает, остается, точнее, не возникает, а остается понимание. Когда понимание исчезает, начинается мышление. Так вот, у нас и так проблема. То есть, мы живем на сработавшем предохранителе. То есть, сработал предохранитель, мы живем на сработавшем предохранителе. Так вот, первая проблематика, с которой мы будем сталкиваться, это то, что мы все не так, как мы думаем. На самом деле. То есть, по жизни все не так, как мы думаем. То есть, мир устроен иначе. Мир устроен. И вот устроен он иначе потому, что нас обманули. Нас мама сказала, что мир устроен вот так. Все друзья сказали, что мир устроен вот так. Мы, по сути, живем в некой точке опоры, за которой мы зацепились на вращающейся карусели и пытаемся не упасть. Вот по жизни что происходит. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, но в 2012 году нам придется менять мышление на вот это хотя бы понимание. Мы будем вынуждены понять, иначе нас разобьет что? Вертикальная скорость. Мы вынуждены будем понять, что все не так, как мы думаем. Какие категории граждан этот вопрос задают? В основном, это две категории граждан. Тот, кто все имеет, их очень мало. И тот, кто ничего не имеет, их очень много. Вот тем, кто ничего не имеет, им страшно что? Потерять жизнь свою. Тем, кто все имеет, им тяжело, страшно потерять что? Богатство, которое они накопили, добычу, которую они накапливали. То есть их жизнь, их интересовательность еще тогда, когда потеряется богатство. Они считают, что все можно купить за то богатство, которое у них существует. Так вот, по сути своей, первое, что будет меняться, это будет меняться мышление. То есть, при том, силы извне будут ставить человека в ситуацию и так далее, заставляя его изменить мышление. То есть, у человека будет выбор. Либо изменить мышление, либо погибнуть. Либо погибнуть. Банальный, простой пример, давайте я вам приведу, чтобы вам просто было понятно. Я не имею в виду, что кто-то придет и убьет его. Нет. Ну, например, большинство Украины сегодня ищет работу уже больше 8 месяцев. И вся проблематика поиска их работы заключается только в том, что они что? Не хотят менять мышление. Ну, то есть, как бы, они вот пытаются доказать всем, что когда-то они были вот хорошие, востребованные. И когда-то они были нужны, и все равно наступит такой момент времени в жизни, когда все вернется на круги себя. Ребята, не вернется. Один мудрец когда-то сказал, что этот кризис нельзя перейти. Из него можно быть, его можно только перейти, этот кризис. То есть, перерасти. То есть, кризис, который существует на планете Земля, он духовный. Его можно только перерасти, этот кризис. Дальше. Это вот я вам сказал, как бы, про мышление. Первое. Второй момент. Придется изменять класс. Я буду говорить простыми словами бизнеса, чтобы было как бы просто понятно. Придется менять класс. То есть, человек должен вырасти. Должен вырасти. Профессионально. Придется изменять класс. Это предполагает, что? Изначально наличие дисциплины. Это изначально предполагает наличие дисциплины. То есть, класс появляется тогда, когда у человека появляется сначала дисциплина. То есть, вот, в общем-то, по сути своей, что придется в 2012 году менять. Мышление, класс и дисциплина. Вот три. То есть, придется стать дисциплинированным. То есть, если вы не соберетесь, не станете дисциплинированными, у вас будут, так сказать, проблемы. Вы не управляемыми, да? Класс. Вы не будете востребованы. Вы не ценны, вы никому не нужны. И мышление, это вот третий вид людей, у которых нет ни класса, ни дисциплины. Это будут жить в заблуждении, как они и жили. Но скорость увеличивается, скорость наступления от событий, что увеличивается. Все больше и больше. В силу этого, в силу этого, человеку будет что? Очень сложно с этим вопросом работать. Что я подразумеваю под этим? То есть, раньше события наступали медленно, достаточно. То есть, были промежутки времени, когда человек ждал много событий, ну, наступления многих событий, не управляя скоростью. И кое-как в этом промежутке существовало. Вот как бы о чем идет речь. Сейчас же что? События наступают достаточно быстро и неуправляемо для человека. Соответственно, что? Мы имеем с чем? С неудачей дело. То есть, если банально просто сказать, то не получилось. Не получилось, не получилось, не получилось, человек превращается в психа. То есть, человек превращается в психа. То есть, ничто так не ранен психиатрически человеком, как неудача. Мы думаем, я когда в свое время спросили, в чем заключается лучшая психотерапия для человека, выданного специалистом в прикладной психиатрии, я сказал, что самая лучшая для человека в психиатрии, терапия, это успех. Нет ничего более лучшего. И вот кто мне говорил иначе, что считают какие-то упражнения, еще что-то, я вам говорю, ребят, я вас уверяю, я вас уверяю, ничего кроме успеха так не лечит человека. Ничего. То есть вы увидите человека, у которого есть успех, и человека, у которого что, нет успеха. Вы увидите. То есть неудача, 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 человека что? Может крышу снести полностью. То есть все суициды, вся эта гадость, все эти вещи, связанные с неврозами и так далее и тому подобное, они все связаны только с одним, с неудачным. Притом я говорю, запомните раз и навсегда, существуют вещи управляемые, и вещи что? Неуправляемые. То есть если я среднестатистическому человеку пытался объяснить, что произойдет в 2012 году, я бы действовал вот в этих, так сказать, в трех плоскостях, в этих трех плоскостях. Теперь еще один момент. Давайте проверим то, что я сказал. Четырехэтажное что? Конструкция. То есть мы имеем дело с духом, психикой, биологией и механикой. Поэтому, когда мы рассматриваем любой вопрос, нам нужно подойти со всех четырех точек зрения на к этому вопросу. Потому что возникает четыре дистанции сразу. То есть если мы будем говорить о духовности, что изменится? Что изменится в 2012 году? Ну, если вы будете менять мышление, если вы будете менять мышление каким-то способом, вы в конце концов поймете, что вы здесь родились не по собственной воле, не родители вас родили. Это очень легко для себя выяснить, очень легко. Что, по сути своей, существует некая сила, назовем ее так, некая сила, которая за это отвечает. То есть тот, кто решает эту задачу, возьмите любого гинеколога, спросите, сколько людей страдают бесплодием. То есть ведь женщина не может родить ребенка по собственному разумению, ни в ее власти, ни в ее епархии. И родители ваши вас не могли родить по собственному разумению. Понимаете, да? И с другой стороны вы не просили себя рожать. Поэтому эти два вопроса очень четко показывают человеку, что на самом деле требуется некая внешняя сила, которая за это отвечает. Я бы так сказал. Второй момент. Психика. То есть дух отвечает за что? За силу у человека, да? Сила бывает разноплановая, не только физическая, да? Поэтому, если вы не научитесь справляться с силой в 2012 году, вы что? Станете слабым, станете слабым и, в конце концов, потерпите фиаско. То есть 2012 год, он как бы переломный. Знаете, почему он переломный? Он переломный не потому, что он 2012, потому что уже весь мир согласился с тем, что он переломный. То есть весь мир морально-психологически готовили достаточно долго для того, чтобы вынушить ему, что он будет переломный. Сейчас весь мир считает, что он для них переломный 2012. То есть он не потому, что календарь майя закончился. Потому что все согласились, что он уже переломный. И поэтому он будет переломным для всех. Все согласны вокруг, что 2011 год будет переломным. Уже все, большинство людей на планете Земля считает, что он будет переломным. Значит, они уже себя убедили, загипнотизировали, что он будет переломным. Значит, их будет переламывать. Понимаете? А переламывать вот по этим направлениям. То есть умеешь с силой справляться. Учись. Дальше. Психика. Скорость. Умеешься скоростями управляться? Класс. Дисциплина. Туда иду. Давай. Биология и механика это что? Вещи подчиненные этим двум компонентам. Скорости и силе. Соответственно. Отсюда вывод. Можно было бы сделать совершенно спокойно. Что биология и механика будут страдать от высших подчиненных уровней. То есть не справились с силой. Не справились с силой. Будет разрушаться физиология, биология и механика. У вас. Будете болеть. И так далее и тому подобное. То есть. И я вам напоминаю. Зависимость скорости от силы. То есть если вы справились со скоростью. Вам не придется вероятно справляться с силой. Если вы не справились со скоростью. Вам вероятно придется справляться с силой. И не факт, что вы с ней что? Сможете справиться. Вот такая вот в общем-то картина. Которая здесь нарисована. Она совершенно четко. Она совершенно четко показывает. Что по сути своей. Ничего в 2012 году не изменится. Просто что. Вы уже согласились с тем, что вы будете меняться. Вы уже согласились с тем, что вы будете меняться в 2020 году. Потому что для вас год этот переуломный. Раз будете меняться. Значит вероятно начнете. Ждать перемен извне. То есть психологический человек он зависит от перемен вовне. Чтобы перемениться самому. Перемен вовне, ребята, не произойдет. Помните высокий пьет. Тот же воздух и та же вода. Ничего. Никих перемен не произойдет. Но вы все менее и менее будете востребованы кем-либо. Нужны будете все менее и менее кому-либо. Другие же те, кто прислушиваются к этим вопросам. Те сильно могут вырваться вперед. Над всеми. Это, кстати, констатируют и все менеджеры, стратегические консультанты, что сейчас, в 2007 году, можете посмотреть, я ссылаюсь только на источники, которые вы можете проверить. Тот же Кенича Амая сказал, что сейчас в отрасли один человек делает погоду. Так устроен рынок, глобальная экономика, что сейчас один человек может погоду в отрасли сделать. И мы это видим многократно. И в безопасности, и так далее, и так далее, и так далее. По сути, вот хотите вы или не хотите, ну вот такое положение вещей будет как бы существовать. Что касается правильного понимания слова конца света. Конец света это диапазон 0. Скорость 0, скорость 0. То есть это наступит через 8000 лет. Как вы считали. Диапазон 0 это конец света. Тогда, когда, так сказать, на земле должно наступить всеобщее, так сказать, царствие небесное. Да, но и те, кто верит в дьявола и во все остальное, им, конечно, в таком царстве будет жить что-нибудь, выносимо. Конец света это диапазон 0. То есть, что такое диапазон 0, объясняю. Вы же говорите, тут очень как бы тяжело давать интервью по причине того, что большинство людей понятия не имеют, что это такое все. Ну попробую объяснить. Существует некая, как бы, кастовость, да, людей на земле, там, по-разному говоря. Жрецы, помните, велическое. Воины, торговцы, общественные деятели и неприкасаемые. Так вот, этот диапазон, его никто не отменял. Закон диапазона гласит, диапазон будет достраиваться автоматически. Как бы мы не пытались переставлять вот сюда вверх общественных деятелей сейчас, да, жрецов вот сюда оставить вниз, да, все равно диапазон будет существовать. Только он как раз и создает вот эту реальность, в которой вы живете. Ребята, реальность и действительность это разные вещи. Реальность это ваш богатый внутренний мир, в котором вы живете, в котором не существует природа, которую вы придумали. Второй, как бы, момент, связанный с этим совсем. Это, как бы, действительность, это внешняя вот эта хрень вся, на которую вы смотрите, допустим, физическими глазами, да, и все там происходит. Внутри вас ничего что-то не происходит, я вас уверяю, внутри вас ничего не происходит. Поэтому вы можете это очень легко проверить. Подпадите, бросьтесь под машину. И посмотрите, это происходит, так сказать, во внутреннем вашем мире или во внешнем. Да, сразу станет понятно, да. Да и зачем бросаться под машину? Возьмите человека, попросите вас ударить палкой по башке. И это внутри произошло у вас? Или вы увидите? Вы-то боитесь внешнего мира, поэтому и прячетесь вам внутри. Вот. Первый вопрос. То есть так не всегда было на полноте языка, как сейчас. Когда-то было по-другому. Когда-то диапазон был ноль. То есть не было вот этого диапазона. Диапазон был ноль. То есть все были равны. И по уровню восприятия, и уровню подготовки, и по, так сказать, как это объяснить? И по рангу, и так далее, и тому подобное. Единственное, что были старшие люди, когда-то, образно говоря, более высокого уровня подготовки. То есть все у всех были равны, так сказать, вещи, связанные с, так сказать, правами. Все подчинялись одним и тем же канонам, и так далее, и так далее. Но просто были разные уровни подготовки. То есть были люди, которые были одного уровня, на пути к этой подготовке, да, там, ну, родился ребенок, да, то есть, ну, куда он, ну, не может быть в ровне, да, то есть, пока выросли до 14 лет, методика сработает, как бы, он только тогда остановился, так сказать. Были люди, которые старики уже были, да, то есть, тоже. То есть, по-другому это все оценивалось. Сейчас-то все оценивается вот так, в силу искусственной иерархии, как бы, творения. В силу этого можно четко сказать, что когда этот диапазон исчезает, когда этот диапазон исчезает, полностью, и у всех, все люди открываются у всех, как бы, восприятия, они способны понимать, что в Евангелии написано, и так далее, и так далее. Сейчас у всех существует уровень порога восприятия. Что написано в Святых Писаниях, и так далее, и так далее. Вот, когда и у всех появляется что? Безусловное понимание, хотя бы, то, что понимает. Человек начинает понимать, что ему делать дальше с точки зрения... То есть, послушайте, сейчас вот весь мир, это Святых Писаний, и так далее, это все огромный архив, непонятный всем. Но наступит диапазон ноль, скорость ноль, станет. И в этот момент времени всем все станет понятно. И на Земле, как бы, наступит, как бы, Царствие Небесное, как говорят, в Святых Писаниях. Вот, в общем, так и все. Поэтому конец света, он связан не с физическим разрушением человека, как вы понимаете, а с пониманием, возникновением всеобщего понимания, единовременно, всего, что происходит. Да, то есть, вот о чем речь идет. То есть, некоторые говорят, второе пришествие Христа, а я вам говорю о том, что, когда скорость станет ноль, то всем станет что? Исчезнет диапазон восприятия. Исчезнет что? Разница между людьми. Соответственно, что? Станет абсолютно одинаковое понимание у всех. И все станут понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Понимаете, да? И наступит такой момент, что, послушайте свои, все, что человек делал до этого, оно станет, ну, не имеет никакого значения. Поэтому, я живу, что меняться будет вот в этом направлении. То есть, изменение понимания вашего, то есть, мышление на понимание, ваш класс, то есть, либо он будет неподтвержден, и вы останетесь у разбитого корыда, и дисциплина. Класс без дисциплины невозможен. То есть, вот что будет меняться в этом году. То есть, ничего, ребят, ничего волшебного само по себе не произойдет и не случится. То есть, если вы ожидаете, что жизнь станет лучше, потому что наступил 2012 год, ребята, ничего не произойдет. Станет только хуже многократно. То есть, вся, вы творец своей судьбы, своей жизни, в этой жизни, да. Поэтому вы берете, Бог спасает нас, не без нас, святые отцы православной церкви. То есть, поэтому, запомните, это раз у нас, Бог спасает нас, не без нас. Поэтому, инструментарий в руки, и изменяем мышление, и вперед, так сказать, изменять свою жизнь, самостоятельно. Притом, я понимаю, что изменение собственной жизни, это достаточно тяжелый процесс. Должна быть тяжелый процесс. Человеку не нравится изменять свою жизнь, он ненавидит изменения. Все должно быть автоматически. Я понимаю, само по себе подсказать, ребят, ну ничего не получается. Вы же видите. То есть, биться можно головой от стенок до бесконечности. То есть, начинать надо думать своей головой. Перестать слушать всех. Перестать всех слушать. Вы отвечаете за себя. Прежде всего, вы отвечаете. И поэтому, хотите вы этого, или не хотите, у вас, так сказать, весь спрос с вас. Советы вы слушаете от других людей. Я спрашиваю вот с вас. Поэтому, вот и подумайте над этим. Да, то есть, как бы, сколько бы вы заплатили денег за советы тем людям, которые вам дают. Задайте себе такой вопрос. Вы увидели, не копейки. Почему? Потому что они не несут ответственность за советы, которые они вам дают. Поэтому лучше советоваться с компетентными людьми в этом вопросе. Вот как бы, в общем-то, и... Спасибо огромное, Олег Викторович, за компетентное объяснение этого вопроса. Имеющий уши услышит вас. Спасибо.